Продолжение следует... 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 все это свалить в кучу, есть какие-то мы. Ну кто такие-то мы? Спасается каждый отдельный человек. И речь идет о том, что каждый отдельный человек своим Family должен что-то делать, и каждый отдельный человек должен своей душой позаботиться. А не так, что «А я что-то буду делать? Пусть другие, вот езж, умные, пусть они думают, а мы, типа, будем ничего делать, будем ждать, когда умные что-то нам скажут». Дело не в этом. Дело в том, что мы живем в обществе, мы все друг от друга зависим в этом обществе. И если у нас в этом обществе люди грешные, несовершенные и так далее, и так далее, то мы вынуждены все эти закабаления вводить. Паспорта, границы, государства, армии, позиции. А в итоге цель какая? В чем состоит цель всего этого? Это все правильно говоришь? Цель состоит террористы. Выживание. Подожди, террористы взорвали один раз что-нибудь. Цель выживания, понимаешь? Первая цель это выжить. Правильно. Так это знаешь, насколько далеко лежит от христианства? Это лежит от христианства на миллиарды лет назад. Потому что выживала клетка. Вот она клетка начинала, она как и занималась, то выживала. Какое-то отношение имеет к личности, которая надстраивается над этим процессом бесконечно долго. А христианство пришло из... А христианство занимается только выживанием тоже. Продолжает то, что занимается клетка. Точно так же. Личности нет, а есть только клетки, которые продолжают заниматься выживанием. Все. И цель жизни человеческой выживать. Зачем тогда нужен Бог? Бог не нужен. Если цель выживать, Бог не нужен. Правильно. Поэтому христианство и предложило так наладить жизнь, чтобы вопрос о выживании уже не стоял, был и жид как бы. Да, очень здорово, очень здорово ты стоял, да, молодец. Потому что если все будут праведными и совершенными, то проблемы выживания не будет. Я Рим как аналогию привожу. В Риме, когда вот люди, они вот этого всего наелись, когда вот их уже прижали, вот ты говоришь, до какой степени мы будем отступать. Вот они отступали, отступали, Рим все давлел, все сильнее, сильнее, там, он все хуже и хуже, все больше и больше в тюрьму превращался. И в конце концов выходом из этого всего оказалась личная праведность, понимаешь, личное совершенство. И только это все остановило. И сейчас ничего нового не будет. Мир будет наступать или сатана, или там, наша греховная сущность на нас самих, все это будет закабаляться, закабаляться, выход будет все тот же самый, личная праведность. Ну в чем возражение-то это высказывает? Разве кто-то говорит о другом? Ты хочешь сказать, что давай сейчас я скажу простую вещь, что это важна личная праведность? Ну и всегда это было и на той стороне, и на другой, и на всех сторонах, это все одно и то же. Ты просто хочешь сказать, что христианство это религия личного спасения. Там и личная праведность, естественно, имеет значение. И что? Речь-то не об этом идет. Просто речь идет о том, что тот человек, который встал на позицию личной праведности, он вступает в конфликт с миром. И как быть? Две, два выхода. Принять. Вот конфликт и мир вступил и сказал, ну раз я вступил, надо пасту принять. Ну, значит, мы пришли с ружьями и сказали, либо пасту принимаешь, либо расстреляем. Я ему подумал, ну надо принять. Либо сказать, нет, я вот праведный, извините, вот вашу бумажку эту позорную принять не могу, его расстрелили. Вот о чем речь идет. Крест или хлеб? Я же тебе объясняю. Речь идет о том, что человек вступил на личную праведность, на позиции этой, стоит до конца. Понимаешь? Либо он до какого уровня он должен в конфликт... Я не знаю до какого уровня. Правильно. До какого уровня он может согласиться? Чем-то он, наверное, может согласиться. Но глупо, на самом деле, как бы, действительно, бороться с прогрессом. На паровоз уходит и сказать, ну я такой, типа, праведный, на паровозе ездить нельзя, это бестовские штуки. Глупо же на этом стоять. Наверное, глупо. Но есть какой-то, наверное, предел, с чем можно согласиться. Потому что, если ты его перешагнешь незаметно, ведь как совершается грех? Вот ведь он совершается незаметно. Тогда, наверное, так. И вдруг окажется уже, что все уже. Дальше уже некуда будет идти. Да, тогда, наверное, так можно ответить. Что, наверное, это будет лично для каждого свой вопрос. Кто где остановится, понимаешь? Вот то, где остановится, там и будет стоять. Что ты примешь, что примешь. Я же тебе поэтому и говорю, что ИНН это пробный камень. ИНН, америке и прочее. Для меня эти христиане там стали. Для меня ИНН как паровоз не... Лично для меня ИНН как и паровоз не является... И для многих христиан, именно в этом состоит критика сейчас по этой позиции. Что для них это не является таковым, что на самом деле это глупости. Что мы когда... Они говорят про начертание на лоб и на руку. Они так и говорят. Вот когда мы увидим вот это начертание на лоб и на руку, вот тогда мы типа будем противиться. А пока еще рано. Понимаешь? То есть когда вот придут и скажут, крест и хлеб предложат, вот тогда мы типа разберемся. А сейчас еще типа это ерунда. Понимаешь? В этом и состоит то суть проблемы-то. Да, может быть это ерунда, действительно. И не надо с этим спорить. Ну вот просто принципиально надо понять позицию крестьянскую, что на самом деле где-то есть предел. Понимаешь? Одни стали здесь, другие станут дальше, третьи станут дальше. Но в любом случае между миром и как бы и... Ну где-то все сойдутся. И царствием Божьим не может быть мира. Понимаешь? Какой мир может быть между Вилиалом и Богом? Ну какой мир? Не может быть мира между Вилиалом и Богом. Давай такой пример возьмем. Вот пришел Гитлер в Европе. И вот это было камнем преткновения, что вот весь остальной мир как бы стал против устраиваться. Вот Америка не приняла. А что такие примеры какие-то, это пасконные? Ну есть же нормальные присядки примеры. Нет, подожди. Вот где большинство сойдется, там и начнется отпор. Но здесь большинство не сойдется. Я вообще не понимаю. А лично ты может и хочется. Я еще раз тебе говорю. Вопрос-то как раз. Проблема-то в чем состоит? Что если бы сейчас были бы древние времена и праведность, так сказать, людей, она была бы высокой. Можно было бы говорить о том, что люди где-то встанут, сойдутся и прочее. Человек обмельчал. Мусор человек. Речь-то идет о том, что на самом деле, христиан-то почти нет. Понимаешь, что это, который вообще в духе христианами является. Мусор просто христианский. Ты веришь в то, что этот мусор однажды станет чем-то полезным, что уже нету духа христианского в массе своей. Понимаешь? Проблема-то и состоит в том, что кроме как восстать против этих ИНН, больше ничего уже и сил-то не хватает. Понимаешь? На серьезное что-то встать, по-серьезному выступить против, уже не хватает сил. Вот приходится бороться с мельницами. Возвращаемся в Рим. Также все было. Деградация полная, растление и так далее, и так далее. Все обмельчало, и тыры-пыры, и все так можно историю Рим посмотреть. Вот. Но ответ-то какой был? Наелись? Ну да. Ответ уже, у тебя же простой всегда ответ на самом деле. Делать ничего не надо. Придет Бог и все решит. Так уже у тебя ответ. Делать же ничего не надо. Сейчас принимай одно, второе, третье. Принимай все подряд как бы там. Делать не надо. Главное, что делать ничего не надо. Самое главное, что надо сидеть и ждать. Простой соглашательский компромисс миром. Все, что дают, принимай. Как бы сиди, жди. Как бы Бог все когда-нибудь устроит по-правильному. Делать ничего не надо. В Римской империи не надо было делать ничего? Не, не надо было так. Ну почему ничего делать-то? Ну а по-твоему там, я потому и смеюсь над тобой, что в Римской империи было куча мучеников там. Шли на костры, шли на кресты, все. И благодаря этому что-то изменилось. А сейчас делать ничего не надо. Надо сидеть просто ждать. Одно дали, другое дали. Все, что будут говорить тебе и принимать, ты принимай. И все, конечно, изменится. В друг раз в одном главе. Я за ИНН не готов идти. Да при чем здесь ИНН-то? Я же тебе объясняю. Это каждый раз пробный камень. Ты не готов. И вообще про ИНН-то я же еще раз объясняю. Одни на ИНН стали, другие на другом станут. Третий на третье. Там на самом деле ИНН, еще раз говорю, это пробный камень. Много позиций-то есть. Много. Скоро же будут паспорта сбивать. Это с чипом. Потом возникла, чипизация пойдет. Голову будут тебе гость вкалачивать, условно говоря. Или что-то придумывают. Скажешь, что надо одну ягодицу пожертвовать в пользу каких-нибудь этих негров и так далее. Что это придумают, понимаешь? Деньги отменят, например. Или еще, ну власть-то, она же как начинается. Одно принял, второе принял, третье принял. До какого уровня давить тебе можно? Пока если тебе можно хоть что-то выжать. Знаешь, три шкурки снять. Будут снимать с тебя. Где-то можно будет остановиться. Сейчас вот хотят ввести единую карту, потом отменят деньги наличные. Только все по карточкам будет. А потом будет так на самом деле. Ты там что-то не то сказал, карточку заблокировали и все. И зубы на полку. Понимаешь? Где остановиться-то надо будет? Где? Уже сейчас же, фактически. А людей, которые, в общем-то, высказывают свое мнение, отличное от мнения власти, сажают. Була, а ты не боишься? Чего боишься-то? Видишь, вот тебе это уже сажают. Ну и что? Ну и что? Ну и что теперь при этом болчать, что ли? Дело не в этом. Еще раз говорю. Мы обсуждаем христианство. При чем здесь это? В христианстве мы пытаемся понять. Еще раз. Вопрос идет не о том, что мы к чему-то призываем. Мы не знаем на самом деле это ответов. Я не знаю ответов. Я просто объясняю, что в христианстве то, что происходит, это не является случайным явлением сумасшедших людей. Это на самом деле явление, которое присуще самому христианству. Оно изнутри христианства вырастает. Оно имеет корни, глубокие корни в начальном христианстве, даже в апостольские времена. Это та самая проблема, которая касалась дел и веры. Одни говорили, что вера без дел мертва, другие считали, что мы спасаемся не от дел закона, а только веры. И вот эта на самом деле линия разлома, которая уже в христианстве изначально была заложена, она постоянно в разные моменты истории всплывает в различных контекстах. В контекстах нестяжателей, еосиплян и прочее. Сейчас она всплыла по отношению к КНН. Сейчас почему? Потому что они считают, что апокалиптические времена наступают. Скоро всему конец и прочее. Поэтому именно этот острый вопрос стал о том, что ты на какой стороне? На стороне ты Бога или на стороне ты дьявола? Потому что принятие всех этих документов, это принятие мира сего, это есть не что иное, как принятие мира сего. А принятие мира сего – это признание над собой, признание своего подданства дьяволу. Потому что князем мира сего является дьяволом. И ты на стороне как бы дьявола. Вот смотри, древние христиане, они же ни за что не боролись там особо. Они проповедовали свои учения, вели праведную жизнь, и Рим только за это их озвучил. Вообще-то есть версии, что я же тебе рассказывал, что среди апостолов весь Симон Кананин был. Буквально Симон Зилот. Вообще-то Зилот – это крайняя как бы партия внутри общества иудейского, которые считали, что один только есть царь – это Бог, и нужно все другие власти не признавать и всячески к ним бороться. Точно с ней вооружённый путём. Это означает, на самом деле, что христиане воевали точно так же с Римом. Не воевали христиане. Ну как не воевали? На крестах умирали. Что ты расскажешь? Есть, ещё раз говорю, внутри христианства два направления. Сколько уже можно? Десять раз, миллион раз уже обсуждать? Есть где-то одно крыло, которое связано, что есть сыны света, сыны... Христиане – это не насильственное сопротивление всегда. Ещё раз говорю, у христиан есть два крыла. Сколько раз можно обсуждать? Нету христиан двух крыла. Мы же уже это обсуждали. У христиан – одно, конечно, крыло. Это состоит в том, что надо ненасильственно. Власть, условно говоря, христианина насилует. Надо просто расслабиться и получать удовольствие. Вот это и есть христиане. Я просто не понимаю, зачем тогда гордо носить это имя христианское? Власть насилует, а христианин должен получать удовольствие. Но ты это зря иронизируешь. Я не иронизирую, потому что у тебя неправильное понимание, что такое христианин. Получается, дьявол тебя забирает, а ты… Не, ладно. Володь, ты просто не понимаешь, что такое ненасильственное сопротивление. Был такой Ганди в Индии, и Индия освободилась. И он был самый главный христианин. Самый главный христианин был Ганди в Индии, конечно. Нет, он использовал ненасильственное сопротивление. Да, да, ненасильственное сопротивление он использовал. Именно так христиане не сопротивлялись, ненасильственное. Да, ну вот, например, как у Ганди, там была очень дорогая соль была в Англии. И населению эта соль была недоступна. Вот, и многие люди болели из-за этого, умирали, в общем, ну вырождалось население. Необходимо там соль просто из-за климата, ее нужно постоянно принимать, как лекарство, как вот воду мы там пьем. Вот, и Ганди решил, что пришло время сделать соль бесплатно для всех, как вот вода, воздух там и все такое. И он призвал индийцев, вышли очень много людей, не знаю там количество, но очень много людей вышло. Они построились в шеренгу там, по-моему, по два человека. И пошли, ну, за этой солью, где эта соль там у них вяжет, там добывается. Вот, англичане поставили там солдат с дубинами. И вот эти индийцы по двое подходили, а два англичане, как бы, солдат с дубинами, их избивали дубинами, как бы, их другие люди относили в сторону клави. И так продолжалось несколько дней. Колонна все шла, и шла, людей в эту колонну все прибывало и прибывало, как бы. С Индии народ начал потихоньку стягиваться. И в конце концов англичане просто взяли и ушли. Только риск. И в Индии соль стала бесплатной. Это все понятно. Никакой войной, никем восстанием они бы этого не добились. Только, только... И в конце концов, дальше, подождите, я дальше расскажу. Дальше Ганди решил, что пора не покупать английские товары в Индии, иначе никогда не будет индийской промышленности, и всегда население будет бедным. Вот. И он призвал к этому индийцев, и индийцы перестали покупать английские товары. После этого англичане пришлось просто убраться из Индии, и там нечего было делать. Ни единого выстрела, можно сказать, не прозвучало. Еще раз говорю, это... Вот такое неносистное сопротивление. Это я понимаю. Ну, вот есть неносистное сопротивление. Иисус Христов зашел в храм, плетку достал, и выгнал туда, менял там, и там, этих, столы там раскидал и прочее. Это раз. Второй, это когда Наталья Вещеря сказал, возьмите с собой мечи, и вот они сказали, вот у нас есть два. Он сказал, довольно там, да. У кого есть, там, это, как он сказал, тоже так, у кого есть меч, возьми меч, у кого нет меча, возьми сутку, там. Ну, и так далее. Ну, что тут мне говорить, много говорить о том, что есть и то, и другое, но есть это, в частности, и то, что, там, не протився злу насилием, а есть, в частности, и то, что, вот, вроде как, призывается, в том числе и мечом, это, с мечом, как бы, свою веру защищать, там, и, там, и с храма можно, вот, пинками, как бы, условно говоря, рябичами, там, кого-то изгонить. И то, и другое есть. Я же и том и говорю, что среди апостолов были зилоты. Ну, был зилот. Симон Канани. И было, то есть, иначе говоря, среди христиан было две партии. Я же только с этого и начинал. Была партия, такая, как ты говоришь, ненасильственная. Действительно. Действительно, походы. Которая в том числе считала, что всякая власть от Бога, они не просто так поставлены, а поставлены Богом. И была власть другая, что нет другой власти в мире, кроме власти Бога. А все остальные власти, это узурпировавшие власть Бога. Да, и с ними можно бороться как угодно. Потом, кроме того, для того, чтобы это понять, достаточно немного шаг назад сделать и вспомнить о том, что мы читаем в этих умранских рукописях. Там как раз была коммуна Есеев, которая проповедовала, в частности, о том, что сыны света должны уничтожить, во главе с Богом, должны уничтожить сынов тьмы. Да, и что для этого предполагалась священная война. И они к этой войне готовились. Лично я принадлежу в другой ветвь. Ну вот об этом речь-то идет. Я только и все, вообще весь семинар только хотел указать на то, что нет единого трактовки христианства, что есть две трактовки, которые внутри христианства, инкорпорированы. Одна трактовка революционная, понимаешь, которая состоит в том, что надо взять этот мир, разрушить до основания, и потом наш новый мир построить. Новый мир построить. Это одна трактовка. Царствие Божие понимается, как новый мир, который будет построен на разрушенном основании старого. Новый праведный мир на разрушенном основании мира, как бы неправедного. Это революционное крыло. То крыло, которое не признает текущий порядок вещей. А есть крыло соглашательское, или как его назвать-то там. Понимаешь? Которое считает на самом деле, что мир на самом деле слишком силен. Не сможем мы ничего сделать. Разрушить бесполезно это все делать. Пусть как есть, так и есть. И слава Богу. И надо жить на самом деле, и уповать на Бога. Понимаешь? И все. А мир не изменяет. Хорошо, если там нам не мешает жить. Ну вообще в общепринятой трактовке считается, что христианство не в крыло зелота, как бы насильственное. То как раз революционное крыло, это не христианское крыло. Но еще раз говорю, что может быть, во-первых, в итоге, как мы понимаем из истории, вот это оппортунистическое крыло победило. И они, конечно же, возможно, даже и подправило там многие моменты. Тем не менее, все это не смогло подправить. Потому что... Да, заэволюционный. Потому что вот это дела, вот когда мы говорим о делах, в частности, о делах-то и речи идет не просто о каких-то добрых делах милосердия. А речь ведь идет о делах изменения этого мира, превращения этого мира в мира Бога, построительства Сарты Божьего на земле. Так это и есть революционная идея. Что хотят революционеры всех временных народов? Они хотят изменить современное общество и построить. На земле хотят рай построить. Пути-то могут быть разные. Революционные, может быть, а может быть, и революционные. И то-то неизвестно, какой правильный. Правильно. Поэтому я и хотел сказать, что крестьянские есть, и это отражены оба пути. Они оба пути присутствуют. Один путь, как бы, путь войны. Ты вспомни, были же войны. Вот была перепись. Людмила, правильно я говорю? Была перепись. Эта перепись сбаломучила народ, возникало восстание, иудеи, и воины, иуду, и галилеянина, вспомнили хотя бы. Она же, вообще говоря, это возмущение, как бы, и восстание. Она началась с того, что была, назначили перепись к верению. Понимаешь? Так это же та же самая борьба с ЭН. Та же тема. Мир вмешивается в дела, как бы, людей. Дела верующих людей имеются в виду. Здесь какая-то верующая община. А верующие почему-либо считают это вмешательство недопустимым. Они выступают с восстанием. Точно так же здесь, как и отдельного рода христиане, считают, что вмешательству миру надо сказать, стоп, приехали, дальше идти нельзя. Вот и все. Они для себя этот рубеж поставили, и дальше не разрешают миру над собой властвовать. Ты не считаешь, что это ерунда, я считаю, что это ерунда, и многие считают, что это ерунда. Мы будем ждать следующей ступени. Согласно христианству, мир находится под властью дьявола, и поэтому мир постоянно будет над нами давлить. Постоянно дьявол будет измышлять новые способы, каким образом нас закабалить. Все это будет двигаться. Ну, а щит предполагается, что поскольку мир под дьяволом, мир все ухудшаться, ухудшаться положение нашей свободы будет и ухудшаться. То есть постоянно нам будут предлагать какие-то новые вещи, какие нас закабалить, какие нас исковеркать. В эту пучину глобализации, или как бы это ни называть, пучину рабства электронного или любого другого чипизации, это внедрить. Мир будет к этому стремиться, в силу самого христианского представления о том, как устроен мир. Именно к этому стремиться. И на каком-то другом рубеже другие христиане станут, там их скажут против чипов. На каком-то, а какие-то скажут, да что чип чипитов, чипизируем все, это не страшно. На третьем этапе, это какие-то скажут, да давайте как бы там, допустим, глаз вырывать, понимаешь? И будем ставить искусственный глаз там. На каком-то этапе одни христиане скажут, мы не согласны, а другие скажут, а почему нет? И так далее. На каком этапе остановятся? Вот в чем проблема состоит. Ну где-то остановится. Да. Если ты веришь то, что остановится, а может быть на самом деле это, может бесконечно же над человеком издеваться. Это первая позиция. А вторая позиция, которую мы не обсуждаем сегодня, поскольку мы на теологическом семинаре, что вообще христианство себя изжило в принципе, что оно уже настолько как бы, его представление о том, что мир во зле и прочее, там, представление о дьяволе и прочее, не соответствует никакой реальности, да? Что просто надо его взять, помойку выбросить. Мы это просто с позиции не обсуждаем. Понимаешь? Вот и все. Так-то можно уже вообще сказать, что христианство себя изжило. Что оно вот выражается вот в таких вот, это, как бы, безумных формах. Понимаешь? И все. Что, как бы, прогресс не остановить, да, и неизбежно, как бы, люди, машины, там, будут стремиться к тому, чтобы как-то там взаимодействовать. Будет сначала электронная, сначала электроника вне нас находится, потом она постепенно будет в наше тело инкорпорирована, и постепенно мы превратимся в таких человек-роботов, киборгов, да. И в этом ничего типа страшного нет. Это просто наше будущее. И надо как-то с этим смириться и спокойно, как бы, его осознавать. Это другое позиция, но это позиция уже не христианская. Это вне христианства. Христианство, в принципе, как бы, оно считает, что человек... Почему позиция не христианства? Ну, потому что, я же тебе объяснял уже, на какой позиции, чтобы появляться христиане, считают, что мир во власти дьявола. И все вот то, что я рассказываю, и там, киборгизация человечества, это есть не что иное, как подчинение власти дьяволу. Все больше, больше и больше. Чтобы уничтожить, как бы, человека, чтобы уничтожить... Человек – это же образ Божий. Чтобы этот образ Божий исковеркать и превратить в пугало. Посмешище. А с другой стороны, действительно, противоречие. Если христиане считают, что этот мир есть и находится под властью дьявола, попытка построить здесь, на земле, тот самый рай, ну, Божий принципиально тогда невозможно. Да. В этом и состоит, собственно, оппортунизм. На самом деле, есть предположение, почему, как бы, случился вообще оппортунизм. Почему, это же партия Павла, да? Почему, вообще говоря, выступил Павел, да, и предложил, на самом деле, что спасать столько веру. Ну, потому что не получилось. Вот то, как бы, вот была некая задумка, да, что можно мир, это, с помощью Бога изменить. То есть, пытались это сделать, да, пытались, как бы, его изменить, не получилось. И вот реакция на этот, на этот, вот, как бы, неуспех. Случилось, что надо, как бы, что-то с этим делать. И вот пришлось, как бы, войти в компромисс с миром. Пришлось признать, на самом деле, что власти Богом установлены, да, что, как бы, если ты раб, оставайся рабом, если господин господином, там. Пришлось войти во многие компромиссы. Там же очень много компромиссов, связанных с браками, да, что можно, оказывается, разводиться можно, там, не знаю, и прочее, и прочее. Там же нельзя было ни разводиться, нельзя было, согласно ее учению. Бардак, кстати. А сейчас уже можно и разводиться, все, что хочешь. Да нет, до трех разводов, по-моему. Ну, вот видишь, ну, иначе говоря, как бы... Да? Иначе говоря, вот та вот ригоризм, та строгость христианства, которая изначально была, да, которая верила в то, что есть некий высший принцип нравственности и чистоты, он как бы все постепенно нивелировался, да, до уровня такого, что, ну, там пойдет как-нибудь так, понимаешь? И как бы приладили к тому, что было, что это, как бы, как, как, как... Ну, к своим вот человеческим страстям как-то приладили, чтобы было похоже, и все. Христос же сказал, что потом на святом месте мир за запустением был. Ну, вот это, кстати, один из зол. Это может, кстати, дойти до того, что все позволит, и там и будет действительно... Ну, сейчас же, ведь, заметьте, на самом деле, среди свеществ уже, да, что творится-то там среди пастырей-то, там уже каких-то, чего только там уже не находят, и педофилов, там всякую, да, и гомосексуалисты, все, что хочешь. Ну, видишь, а... И они там и занимаются, и бизнесом занимаются, и что только не делают. Ты сказал, что это, в общем-то, все было предсказано, что так будет? Нет, но это понятно, что при попущении Божьем все это делается, так и говорится, ведь. И все это же все предсказано было. Так это, он и состоит, если все это было предсказано, это состоит в силах христианства, что на самом деле неизбежно. Но только суть-то вопроса состоит, как быть каждому отдельному христианину. Ему же надо самоопределиться. То, что как бы попущение Божьего ко всему этому идет, революции случилось, там, и прочих апостазей, всякого рода, там, это отклонение, там, предательство, это все понятно. В этом ничего особого-то нет. Это нормальная ситуация. Ситуация состоит в том, как каждому христианину определить себя по отношению к миру. Где поставить ту черту, границу, на котором, как бы, надо сказать, что все, стоп, как бы, дальше нельзя. Вот о чем речь идет. Есть ли это граница-то? То, что можно потерять ориентир. На самом деле, кстати, что интересно, что Осипов Алексеевич, он ведь тоже указывает на это, что, как бы, на самом деле, когда речь идет о печати на лоб и на руку, есть такой Андрей, святой Андрей Кисарийский, да, уже, как бы, пишет о том, что смысл метафоры, это в чем состоит? Что, на самом деле, когда христиане примут, примут вот этот вот порядок мира мирского, да, примут в качестве чего-то нормального, чего-то христианского, да, когда вот те вещи, которые в миру творятся, будут признаваться людьми как нечто духовное, да, как нечто приемлемое. То есть, когда мысли изменятся, да, что значит печать на лоб? Это значит, когда мысли христиану станут такими. А печать на руку, когда и дела тоже перестанут быть настоящими христианскими делами, а тоже станут мирскими. Да, тогда тоже вот, когда все христиане, как бы, войдут в такой соглашательстве с миром, когда любые деяния мирские будут уже считаться почему-то христианскими. То есть, речь как раз та же самая, что, вообще говоря, при некоторого рода компромисс с мирским, да, и признание этого мирского, соглашательство с ним, и есть не что иное, как отпадение от Христа. Отпадение именно в этом и состоит. И это признают уже, собственно, Осипов признает, то есть профессор Духовной Академии. То есть это уже официально, можно сказать, позиция. То есть, на самом деле, в этом-то как раз нету никакого непонимания у христиан. То есть все христиане это понимают, что, как бы, если мы будем считать, эти христиане будут считать, да, мирское, нечто само собой разумеющееся, и будут по этому пути двигаться сюда все дальше и дальше, да, и признавая, как бы, возможным одно, второе, третье, все, что из мира идет, да, то мы тем самым все дальше и дальше отходим от Бога, все дальше и дальше отпадаем от Него. Потому что есть и изначальные противоречия между мирским и Божьим. То есть когда христиане признают мирские законы божественными, то все и закончится. Ну, если честно, я вообще считаю, на самом деле, что апокалипсис есть не конец мира. Да, вот как мы... Ну, можно же как считать, что мир схлопнется в точку и все, да. А на самом деле апокалипсис – это и конец христианства. То есть христианство в лице христиан постепенно уничтожается. Все больше, больше и больше. И вот дух все больше и больше исчезает. Все меньше духа становится, все меньше и меньше. И постепенно случится так, что просто этого духа не будет. То есть будут, условно говоря, разукрашенные храмы, там, богослужения пышные, там, как бы, там, священники, там, как бы, напудренные и прочее. Все это будет красиво, там, а духа не будет. Все это будет пусто. Вот святое место станет пустым. Вот в чем состоит, собственно, апокалипсис. Апокалипсис будет состоять, что Христос, как бы... Ну, так и предсказано. Да, что метафорически Христос придет, а найдет ли веру. А веры не будет. Нет, там буквально написано, что на святоом месте место запустения будет. Так и написано. Да, и все это, и весь этот процесс, и есть не что иное, как вот то, что мирское, постепенно, 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 вот этот божественный порядок вещей, это порядок вещей небесный, да, он уничтожает, он все больше и больше порабощает, как бы, и христиане все больше и больше сдаются. Уже одни, как бы, это начинало же все с каких-то там, это, не запамятных времен, да, там, все больше и больше. Сначала же вообще высшая власть была, Главное, были же времена, когда в государстве высшей властью имела власть духовная. Постепенно мирские власти ограничили, духовная власть. Сначала было двоевластие, духовная власть и мирская. Потом постепенно получилось, что мирская власть выше духовной власти. Потом постепенно духовную власть вообще задвинули непонятно куда там. Сейчас уже потом церковь отделили от государства, потому что государство стало всем, а церковь – это просто частная жизнь отдельных людей. И так далее, и так далее. Постепенно мир как бы все это загоняет в какую-то там пропасть, в какой-то угол, да, и прижимает. И в конце концов мы уже даже сами понимаем, что вера – это частное дело, как бы, да. Люди начинают говорить, что это фантазии, как бы, а какой там Бог, там, типа, наука доказала и прочее, и прочее придумает. Ну, в итоге как бы все кончится тем, что наступит апокалипсис для самого крестьянства, что просто крестьянства не будет. Просто крестьянство станет какой-то своего рода там, как бы, историей, да. Вот и все. Вот этим, это и называется апокалипсис. И, конечно, мир никуда не исчезнет, мир будет продолжать существовать, но без крестьян, без крестьянства. Интересно, а может ли будет человек свободен вне крестьянства, вне понятия о Боге? Нет, не может. Это к тому, что со временем потихоньку, ну, грубо говоря, так сказать, мирское будет преобладать, но у человека же остается его душа, его личность, его свобода. То есть, ну, фактически, грубо говоря, если тебе отрубить руку, то ты же не перестанешь быть человеком. Вот. И до какой степени, до какой степени вот эта вот, можно будет, эта свобода будет существовать. То есть, там, тебе ведут, там, не знаю, чипы, там, ведут эти карточки, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, у тебя все равно останется твоя свобода, твоя собственная. А останется ли? Они, они, и христианчики, боятся, проявляя кроме того, что ее не останется. Где-то будет, где-то будет Рубикон, после которого свобода не останется. О, была, там, может быть, тогда и пропадет христианство. Вот, когда дойдем до Рубикона, я и говорю. Ну, что до Рубикона поздно будет уже. Вот это и состоит, что сейчас христиане уже бьют на бат. Ребята, уже, уже сейчас, уже поздно. Ну, давайте хотя помнимся. Вот эти крестьяне, которые с ИННами, паспортами и номерками, они же прекрасно понимают, что это только просто повод некий, да, рубеж. Давайте на этом рубеже встанем, я отпор дадим. Понимаешь, вот о чем они говорят. Давайте на этом рубеже еще, на преддверии. Потому что, когда будут чипы в голову, условно говоря, там, ну или куда-нибудь, а не ваши там. Или еще какие-то технологии придумают, да, технологии же не стоят на месте. Когда человек может быть манипулировать. Ну, уже все, уже будет поздно, уже будет все. Понимаешь, если людьми можно будет манипулировать в массовом количестве, все. Скажут, без чипа там, типа, нельзя будет ни покупать, ни продавать, все. Больше уже будет, это вот конец уже, что. Уже будет поздно сопротивляться. Может быть, сейчас-то надо и выступить. Это повод, ну, ИНН там, и все это же поводы. Показать государству, что есть такие христиане, что они не согласны. Государство должно увидеть на самом деле. Надо встать против, и сказать, выступить против этого мира, и сказать, что в этом мире ваши порядки, они неправильные. Мы не согласны, мы не хотим их принимать. Если сопротивление возникнет, наверное, возникнет, может быть, иное движение, да, там. А если так, все принимается, знаешь, как с наглостью происходит, да. Человек наглеет, наглеет, наглеет. Если ты ему сопротивление не окажешь, он будет наглеить, пока не почувствует сопротивление с той стороны. Наглость надо где-то остановить. Вот о чем, вот еще раз говорю, еще раз говорю. Я не пытаюсь к чему-то призывать, опять же, да, я только пытаюсь их понять. И вот я их понимаю именно так. Вот эти крестьяны, это не сумасшедшие, их можно понять. Они не нашли рубеж и решили на этом рубеже встать. Даже вопреки всему, да, и вопреки тому, что им это неудобно, что там, не имея как бы документов в современном мире действительно, не перемещаться невозможно, они как бы живы. А почему невозможно, по-другой стране? Ну, например, в поезде паспорт нужен. Кто говорит, что невозможно? А как? Пешком ходить что ли? Нет, почему, а почему я должен показывать паспорт для того, чтобы... Возьму тебя в милицию, заберу тебя.